О, вот все, Вера, все, 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 дорогая, все, все, дорогая, привет, привет всем, спасибо тебе, Наташа, за Любочку, я просто вот, понимаешь, я еще не досмотрела до конца, потому что мы вот только приехали, сели, включили телевизор, и смотрю, ты вышла в прямой эфир, вообще, я просто, вот у меня уже это самое, я представляю, и обратаюсь. Ты понимаешь, что после этого видео, те, кто смотрели, они, вот я уверена, что каждый человек переоценил свою жизнь. Это точно, я уже давно переоценила. Она миссию, она миссию-то выполняет, я тебе скажу, она выполняет миссию, и люди, которые вот эти нытики, они все в видео просто им стыдно становятся, и мне стыдно, понимаешь. Ты знаешь, у меня, Любочка, как притча в языцах, когда мне начинают что-то вот там ныть, говорить, я говорю, слушайте, говорю, у вас руки и ноги работают. И вот я начинаю тогда рассказывать про свою сестру, люди, конечно, все-все-все, сразу, ой, все, правда, какой я дурак. А я никогда не забуду, когда ты мне ее первый раз показала, я как-то прям плакала сильно, я прям, мне сама горча. И я, ты понимаешь, я вчера с ней, я начала с ней делать видео, и мне было страшно, потому что я что-то скажу там, ну, как-то неаккуратно, как-то вот ее могу обидеть. Она меня успокаивала, Наташа, да не переживай, все нормально, я все нормально, я расскажу там. И, ну, я сначала перед видео говорю, ну, что-то можно спросить, может, что-то вам неприятное не скажите. Она говорит, ничего, не переживайте. Ну, когда она улыбается, Вера, у меня вся комната озаряется. Ты понимаешь, у меня вот сейчас мурашки даже, я не могу. И я говорю, мы с ней обязательно, я говорю, мы с вами просто будем обязательно общаться. Я ей написала на Facebook, как мне приятно с ней познакомиться. И я знаешь, что я делаю? Я вот выйду в прямой эфир, я сейчас делаю себе такую программу, на которой я выставлю донат и напишу, что это для Любочки. И мы все будем собирать. Хотя бы 10, 20, 30 мы отправим. У меня все-все подписчики, они сказали, мы отправим 100-200 рублей, неважно, мы отправим. Мы нас выбирали, я хочу. Ты знаешь, ну, здесь вот... Блин, даже я не могу вообще. Не в деньгах дело, да? Просто, ну, представляю, она целыми днями одна вот так. Ну, приходит к ней Жанна, приходят к ней соседи. Ну, кто-то вот со школы к ней приходит. Ну, вот так вот в целом. И я понимаю, что я недалеко от нее. Блин, я вот буду Алексея своего тоже вот подбивать, что надо на Новый год вот обязательно. Нет, дело не в деньгах, я все понимаю, но люди как-то, хоть как-то хотят помочь, понимаешь, внести. Я прекрасно понимаю, может быть, не каждому можно купить картину, может быть, там, но дать вот немножко, понимаешь. Она не называет цены за картины. Я ей все время говорю, Люба, вот я ей заказала, говорю, я хочу белочку. Вот мне нравятся белочки. Я говорю, ой, хочу, ну, вот как-то ассоциирую себя, может, с белочкой. Я говорю, я видела, что ты там вроде рисовала белочку, говорю, ты можешь мне прислать? Говорю, ты скажи, говорю, я тебе перечислю там, потому что, как бы, денежку там. Она, Вера, я тебе просто так, она мне прислала просто так этих белочку, там, и еще маме, и своей сестре старшей картину. Я просто пошла вот так вот, знаешь, ну, круглую сумму ей отправила, потому что, ну, вот, она не называет. Я говорю, Люба, ну, а что ты это самая, скажи? Она говорит, Вера, как я могу вот так? И я понимаю, это же бесценный труд. Представь, ртом нарисовать. Ты руками не знаешь, как нарисовать. А здесь человек сидит ртом рисует. Я понимаю, что это даже, вот, знаешь... Ты понимаешь, вот я все это прослушала, да, вот это вот, какой у нее был муж, как он ее подтолкнул к тому, чтобы она вот сейчас жила, рисовала. Она говорит, Наташа, ты видела, я говорила, он меня на руках, говорит, по врачам носил. Мне завидовали, говорят, девчонки. Я говорю, да, девчонки, говорят, вот нашего городка. Я говорю, да, всего мира девчонки тебе завидовали, не только меня. Ну, а какой Денис, какой он красавец был. Да, да. Когда он умер, мы были настолько все в шоке просто, потому что он молодой, красивый мужчина. Он бегал, у них стадион вот напротив, да, дома. И он бегал круги по этому стадиону, то есть каждое утро. И все, ну, вот у него с почками были проблемы. И он вот так вот резко ушел, резко, просто вот загорел. Но она сказала, что у него была саркома, то есть это рак костей. Да, ну вот у него началось с почек, и потом перешло вот это вот все на кости. Я очень хочу что-то для нее сделать, я просто вот очень хочу. Она, я не знаю, у меня ее улыбка вот стоит до сих пор в глазах, понимаешь? Вот стоит она у меня, и она так рассказывала вот эту смешную историю про свою девочку. Ты видела, ты видела одну историю? Нет, вот это я еще не видела, значит, получается, я не смотрела. Ее мужа нарядили в Деда Мороза в садике, и он там всем конфеты раздавал. И говорит, Настя, как закричит на весь зал, папа, не раздавай все мои конфеты. Потому что вот и кто-то узнал. А она так, говорит, узнала его? Ну да, она узнала. Настя, да, очень хорошая история, какие-то веселые рассказы, ты смеется, и тут же вот, понимаешь, вот это вот все, это я, я, я в таком шоке была на самом деле. Я просто, мне так стало за себя стыдно, думаю, господи, чего бы я вообще-то вжаловалась кому-то. Я тебя прекрасно понимаю, потому что я это чувство тоже испытываю. Когда я говорю с ней, думаю, боже мой, я еще другой раз там начинаю что-нибудь там, да, недовольна быть, да вообще, просто, чем недовольствоваться? Ты рад просто за то, что у тебя есть руки и ноги. Это уже как бы, это большое счастье. Она, представь, вот у нее, правда, у нее сильный, настолько сильный характер. И вот наши дети, конечно, вот тоже вот представь, у нас с ней год разница, с Любой, да, и нашим детей тоже год разница. И получается, что наши оба, вот, да, пошли на медиков. И вот мой, да, считай, на стоматолога, и ее, Настенька, да, пошла на... Невролога. Да, на кого она сказала? На невролога, на хирурга. Да, представь, вот выбрала такую тяжелую, ну, это очень тяжелая профессия, на которой 9 лет там минимум надо учиться. Ну вот, считай, привет, кто там говорит, Марина, привет, привет пишет. Вот, но сам факт, что вот такая вот тяжелая судьба, но, посмотри, в ребенка сколько она вложила, да, всего. И с Денисом, конечно, они жили душа в душу. И вокруг ее все уважают, любят, ценят, потому что она, ну, талантище. Она там же школу все разрисовала, она, я не знаю, рассказала про то, когда школу разрисовала все. Нет, ну, все-то она не может рассказать. Ну да, у нее, ей 45 лет, вот сейчас исполнилось, 7 октября. Она мне сказала, да. Да, а, говорила, да. Вот, и ее там вся школа приходила, поздравляла и все, то есть вот как бы она такая, конечно, на хорошем счету, там до сих пор ее все ценят и любят. И выставки там устраивают, и все-то вообще, конечно, молодцы. Вот, поддерживают ее очень. Так, я тебе даю задание, поезжай к ней. Ну, я обязательно, я своего вот сейчас буду, я хочу на Новый год поехать к ней. Потому что моя тетушка, которая у нас... Если тебе надо обработать твоего, я тоже его обработаю. Давай. В круизе обработаю. Благо он не в соцсети, он не в соцсети, поэтому он нас не слышит, поэтому мы с тобой вот все. У нас с Гуизи, да. Да, мы в круизе его обработаем. Будем ему так кап-кап-кап. И он... Пусть он посмотрит видео, может быть, мою. Ну, вот мы сейчас сели, вот только сели, говорю, я вот... Ну, ему позвонили с работы, и я пошла в спальню, сейчас сижу. Лилечка, привет. С вами. Слушай, этот самый, я хочу сказать. Я привет. Я просто хочу объяснить, почему мы сейчас говорим, что Алексей Патру не едет. Но просто ему очень тяжело на это смотреть, на самом деле. Да. Мужчины, они немножко слабее, они немножко слабее морально. Ну, мужчина, да, видимо, он поэтому, да, для него вот этот вот шаг сделать, просто вот поехать как-то вот... Ну, хотя вот я говорю, ну, боже мой, посмотри, говорю, какая она жизнерадостная. Она не жалуется, понимаешь, она не жалуется. Она никогда в жизни не жаловалась, никогда. Не жаловалась. Она улыбается и говорит всем, она сказала всем, у кого какой-то недуг, пожалуйста, не злитесь. Ну, она же высказывала, что она и злилась, и люди отворачиваться начали. И я понимаю, говорит, как им было со мной тяжело. И я, говорит, поняла, что этого нельзя делать. И я представляю, когда ты болеешь, ну, ты злишься на все, понимаешь? Ну, да, да. Ну, с тобой, почему ты... Ты знаешь, вот я в комментарии залезла, да, вот вообще, конечно, твои девчонки и мальчишки вообще просто идеальные подписчики, потому что они все настолько пишут вот, ну, такие искренние, такие вот слова прямо, знаешь, я пока комментарии начала перед видео, я просто прочитала комментарии, я уже обрыдалась. Ну, да. То есть мне даже видео смотреть не надо было. Конечно, настолько чувственные. И многие дают совет. И вот я там увидела несколько, что, ну, даже каких-то вот, ну, ребят, как говорится, которые в Москве там живут, что там интересные фамилии, что там даже вылечивают разные заболевания. Я обязательно Любе все передам. Да, передай, пожалуйста. Я помню, Люка написали. Я вообще верю в чудеса. Я верю. У меня, наверное, еще такое... Ты понимаешь, даже если она не будет бегать, а просто потихоньку ходить, и у нее будут руки немножко там что-то брать. Вот. Это вообще счастье будет. Это же счастье. Это же для нее, это вообще-то будет, ну, вообще просто чудо, да. Она уже как бы, ну, говорит, все как есть, так есть. Она не верит в чудо. Ну, как бы, может быть, в голове она надеется, но вслух она не произносит этого. И поэтому если, есть шанс, что она на выздоровление, потому что почему-то я верю. Вот, понимаешь, вот я верю. Я говорю, Люба, ты выздоровеешь. Говорю, она верует. Ну, ладно, все, успокойся. Ну, вот я все время вот так вот, да, с ней заканчиваем. Всегда каждый раз на такой ноте, что, говорю, ты выздоровеешь. Да. И вот, если вот правда, люди, вот сейчас очень много информации. Даже мне сегодня Надежда, представь, из Москвы прислала тоже там ссылку на одного Андрея, который вот тоже вылечивает там и рак и все. И говорит, ну, неужели он, если рак вылечит, неужели он Любе не поможет? И вот я обязательно, конечно, ей отправлю, но как она почувствует, вот, кому ей надо обратиться, да, там, почувствует она, я думаю, так. Вот, ну, это все, я так осторожна ей там эту информацию. Но сам факт, что у меня прямо надежда такая, вот, понимаешь, у меня это даже вот эти комментарии, я прямо так вселилась, думаю, вот прямо в душу, знаешь, такой, все, все, все. Это вот не просто так мы делаем с тобой, не просто так. Нет, как люди, они так прочувствовали это. Да, потому что это значит, мы найдем для нее все-таки выход, выход из этой ситуации, из этой болезни. Вот я вот почему-то вот не знаю, вот я верю в чудеса, я так хочу, чтобы так было. Я вчера прям с ней, ну, уже закончила, я прям, я в таком оцепленении сидела, на самом деле, меня это так потрясло, вот вот ее вот эта сильная воля, она ведь настолько сильнее, чем твоя и моя, ты понимаешь? Да. У нас нет такой воли, у нас такой нет. Совершенно. И вообще ни у кого, наверное, такого нет, пока ты вот не пройдешь и не столкнешься с этим, и то навряд ли кто-то вообще, очень многие же опускают руки и накладывают руки на себя. А она улыбается, ты понимаешь? Я просто вчера, я сидела, я думала, я просто даже не шевелилась, прям сидела и училась. Да. Я тебя понимаю, потому что у меня каждый раз такое оцепенение, каждый раз, когда я с ней где-то вот в общине, я каждый раз думаю, боже мой, Любочка. Ну, потому что она так, она просто, какая она вот, она красотка, она же красотка. Очень, очень красивая. Полная в жизни была, да, вот в полной жизни, вот все полностью сжила, как за полноценно. Как это все. У нее же табунами, за ней кавалеры ходили. Ну, ты видишь, у нее какие глаза? У нее глаза как зеленые. Понимаешь? Нет, так они у нее как с иконой. Они у нее вот эти вот веки, они у нее как с иконой. Ты понимаешь? Человек вот, мне кажется, она от Бога. Она от Бога пришла и вот выполняет эту миссию, потому что она вот, у нее лицо как вот... А, представь, если она вот выздоровеет сейчас, представляешь, это будет что? Это вообще будет просто. Я считаю, вот, я, конечно, молюсь за нее каждый раз. Вот, дай Бог, чтобы я так хочу, чтобы она выздоровела. Боже мой. Я так счастлива вообще, что ты меня с ней познакомила, это вообще, конечно. Мы обязательно вовсе еще... Она говорит, мы еще можем встретиться, мы еще можем сделать видео. Обязательно. Я говорю, ну, я говорю, не только видео, я буду просто вам писать. Можно? Она говорит, конечно. То есть она... Она же во рту держит вот эту палочку, и палочкой она отвечает. Она вчера мне показывала, я говорю, ну, вот на скайпе-то, она мне... Я проснулась, а она мне пишет, я вас жду. Я говорю, а как вы это написали? Она мне показала эту палочку, ей муж еще ее делал. Да. Муж ей очень много этих палочек делал. Да. Вот пишет Тати. Глубокий взгляд у нее, это точно. Да. Я скажу, что вот представь, вот многие пишут, что Люба красивая. Вот, да, вот эта вот красота. Да, все вот, все видят эту красоту ее. Вот просто вот с ней вот так вот, да. Ну, она когда улыбается, это вообще что-то. Вот понимаешь, это на нее улыбка. Как такой мейкап такой наведет. Я помню, я первый раз приехала, когда в таком сознательном возрасте, мне было где-то вот там 11 лет, да, в Молдавии. А Люби 12. И у нее были, помню, сережки такие красивые в ушах. И она уже такую прически там делала, и все, такая, знаешь, яркая. Мы с ней идем по улице, и все пацаны там на нее, там все это... А я иду такая, знаешь, такая беленькая, маленькая. А ты как белочка. А ты как белочка. Вот, и она, конечно, она вот такая, да, она очень яркая. То есть, ну, представь, у нас год разница только. Мы вот в детстве у бабушки, в слабаджи. Ты понимаешь, это очень тяжело принять. Я даже не знаю, как это можно принять. Что вот хоть как я была здоровая. Вот один человек, одно дело, человек таким родился, он не знает больше ничего, да. А тут она была здоровая, она занималась спортом, она бегала. И тут вот такое произошло, тебе тоже надо как-то принять. И после этого надо тоже улыбаться. А, Наташа, а ты видела, кстати, в комментариях много написано, что женщины после родов именно вот получают это заболевание. Правда? Я не знаю. Да, вот именно, вот, наверное, я не знаю, три комментария я видела, что, да, и моя там соседка после родов заболела этим заболеванием, рассеянным склерозом, и моя, и моя. И вот многие, и я так думаю, что, скорее всего, вот при родах что-то такое происходит. Может быть, колят что-то, может, что-то это самое. Вот, видишь, наука еще не изучила, вот в какой-то момент. Она что-то через два года после родов заболела вот этим. Понимаешь? То есть что-то там происходит такое. Скорее всего. Ну, не знаю, это уже как бы теория. Я просто говорю всем, говорю, пожалуйста, возьмите это видео и поделитесь со своими друзьями нытиками, которые ноют, которые просто опустят руки или что-то. Это очень-очень полезное видео. Да. Это потому что, я говорю, когда я вам так рассказываю, знаешь, и люди сразу замолкают, вот реакция сразу такая, потому что вот ноют, ноют, что-то там вообще, ну, зафигни какой-нибудь. И когда я рассказываю, говорю, вы знаете, вот вы ноете. А говорю, а вот там вот такая-то ситуация. И так сразу хопс, такая пауза, все. То есть на всех действует одинаково. Так вот ты, смотри, ты рассказываешь, а вот я сейчас, я к ней коснулась лично. Я с ней лично поговорила. У меня вообще все перевернулось сейчас с ног на голову, абсолютно перевернулось, вот так вот. И она мне говорит, Наташа, я смотрела твое видео, а ты как кастрюлю чуть не сожгла. И я говорю, да-да-да, я кастрюлю чуть не сожгла. И она говорит, Наташа, не дай бог потерять там дом. Но если даже бы такое случилось, это просто вообще ничего. Я говорю, да я согласна сто процентов. Не говори правду. Сто процентов. Еще один дом построим, еще один купим. Вот именно, дом-то всегда будет, да. Вот именно, чтобы, да. Вот в такие моменты приходит осознание. Да, я держу в руках, поэтому я так шевелюсь. Ничего, да, ничего. Да. Вот пишет Пугачева. О, Пугачев. Подруга моей дочери через год после родов заболела этой болезнью. Это горе их постигло. Страшно. Вот опять вот после родов. Вот это вот уже мне не первый раз в документах я читаю. Так что что-то там происходит. Что там, пуляха-муха? Может, что-нибудь колят они? Не знаю. Какие-нибудь расслабляющие там какие-то или еще что-то? Да не дай бог. Не дай бог никому не пожелаешь. Нет, 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 да. Поэтому надо, конечно, к медикаментам тоже очень осторожно относиться. И очень, я очень рада, что у нее есть такая соседка, которая приходит и ей помогает. Ты понимаешь, это тоже ведь очень важно. Да, да. Конечно, да. Я уже думаю, может, кто-то посмотрит. Ты знаешь, она тоже, она же ищет сейчас сиделку. Думаю, может, кто-то рядом живет, может, кто-то поедет. Ну, я не знаю. Ну, вот моя тетушка вот из Молдавии, она должна сейчас приехать вот на Новый год к ней. Я говорю, Алешка, тоже, говорю, надо нам тоже на Новый год ехать. Вот, собраться вот так в семье. Ей будет приятно Новый год отметить. Сорокопятилетие свое. Да. Так что. Не, ну, Младен, спасибо тебе большое, что ты вот так. Ты же этого сколько было? Это с часу до двух ночи у тебя. Да, да, да. С часу до двух я где-то в три спать легла, да. Боже мой, это же, представь, вот это самое. Молодец. Спасибо тебе. Чего мне спасибо? Я просто, у меня такая вот, я считаю это за великую честь, на самом деле, что она со мной согласилась поговорить, что она мне согласилась рассказать, она мне улыбалась. Это я, я думаю, что-то я сделала, такое хорошее на земле, что вот я с таким человеком встретилась. Понимаешь, это не передать даже. Ты мне даже спасибо не имеешь права говорить. Ты понимаешь, потому что это просто, не знаю, это послано что-то Богом мне. Ну, видишь, может быть, все не зря. Потому что, может быть, это наша с собой, опять же, миссия помочь ей. Помочь ей. Да, да, и ей помочь, и я тебе говорю, что... Может, благодаря всем вот девчонкам и мальчишкам, вот мы, может быть, поможем ей. Это будет, представь, какое это вообще чудо. Это просто, это, я не знаю. Это что-то, она уже не верит, но я думаю, что все равно надеется. В душе она надеется. Почему она такая крепкая? Потому что она надеется на спасение. Да. Я думаю, что что-то мы, наверное, сообразим. У меня тут их много таких соображалок. Благодаря всем мы сообразим. Да. Ой, Наталья, да. Но главное, что вообще мы молодцы. А Люба у нас вообще звезда. Да, Любочка, она умница. Да. И мы еще с тобой на круизе встретимся, и еще раз все обдумаем. Ты понимаешь, она говорит, что женщина одна разводилась, и она была, говорит, в стрессе, и она ко мне приходила, и она ей там советовала, и чего-то там успокаивала ее. Понимаешь? Женщина, которая просто разводилась, да, и она говорит, женщина мне сказала, если бы не вы, мне, может быть, и не пережить было это. Ты понимаешь, насколько сильный человек, что она кого-то еще поднимает духовно? Вот у нее есть эта сила, есть, да. Я не знаю, откуда у нее это все, но у нее есть вот такая у нее, да, энергетика. Мы ее будем стараться вылечить. Представляешь, как мы будем все ликовать и танцевать, и праздновать? Это вообще, это просто, представляешь, 100 тысяч подписчиков все будут ликовать и праздновать. Да. Потому что вот такое свершилось, и благодаря тебе. И даже если каждый мне вот сейчас вот сделаю я эту донат, даже каждый, если по рублю пошлет, это вот 100 тысяч рублей. Представляешь, вам можем какие послать? Для меня, я не понимаю, что такое 100 тысяч рублей, честно скажу. Что это такое? Для меня это непонятные деньги. Я знаю, евро, доллары в этих деньгах. Но я знаю, что любая помощь, какая бы она ни была, если она такая всемирная, то она, каждый рубль просто, он несет в себе этот, там, доллар, евро, он в себе просто несет больше энергетики, чем, как говорится, сумма с какими-то нолями. Потому что, когда человек от сердца дает, тогда он дает еще и кусочек своей вот энергии, которая в результате человеку помогает. То есть тут даже не в деньгах дело, а именно вот в том, что мысли на спасение, понимаешь? И приходит ответ. Ну как, вот, будешь я тебе говорила даже про все? Во Вселенную запускаешь, что хочется вот там очень-очень-очень сильно чего-то. Допустим, вот я вот запускаю, что мне очень хочется Любочки помочь, чтобы она выздоровела. Просто я в это очень сильно верю. И если все так поверят, ты представляешь, что просто аккумулируется энергия, и все, и она выздоровеет. Да. Она по-любому выздоровеет. Так у меня и произошло с Винсентом, когда он попал в больницу, там, с инфарктом. Я помню, да. Там все как молились, там вообще такая... Когда все там молились, я прям чувствовала, прям вот это, там, что там делалось на канале у меня, ты понимаешь? И просто мы, мне кажется, вытянули его вот этими всеми. Они там все писали, Наташа, мы молимся за Винсента, там, я не знаю, это просто... Это такое счастье, я понимала, что вот насколько же сильная вот эта вот человеческая энергия, когда она направлена на хорошее русло, она очень сильная. Она очень... Она мощная, она просто мощная. Вот просто мы не осознаем, потому что мы каждый понемножку, но в результате, когда аккумулируется это все в одно, в один поток, это очень мощно. Подожди, вот, нужно купить картину, чтобы не так дальше... Я не вижу, ты видишь, что пишут дальше? Да, пишут, нужно купить картину, чтобы не так дать, а заплатить. Она будет чувствовать не как дань, а как оплата за свой труд. Нет, она... Я ей не позволила, во-первых, чувствовать как дань, потому что она ничего не просила, это будет от меня, это я хочу сама это сделать. Во-вторых, она продает картину, если кто-то хочет купить, это тоже будет большая помощь ей. Но просто не каждый же может купить картину, понимаете? Ну, может, у человека 100 рублей только есть, да, чтобы послать. Это же тоже очень ценно. Поэтому кто как поможет, естественно, это по-всякому будет классно. А кто-то вот скажет, а я вот... А вообще сейчас, кстати, между прочим, уже, вот, ну, я не знаю, как вот в России, но вообще в Европе, да, как уже начался вот этот вот момент, когда, ну, вот к Рождеству люди готовятся, да, и вот это вот рождественские такие... И вот, по крайней мере, у нас в клубе, вот в нашем бизнес-клубе, мы начинаем делать благотворительность. То есть люди, ну, кто сколько может, мы сиротским домам помогаем, да, там, перечисляем, и потом купим вот детям всем кроссовки. Мы так решили, да, мы нашли кроссовки, где можно купить. И вот именно вот эта вот благотворительность, вот я перечислила сразу за две пары кроссовок, чтобы вот детям, знаешь, вот как-то не так, честно, вот вначале как-то, когда ты думаешь, ну, потом, 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 ну, как всегда, откладываешь. И когда ты это сделал, у меня такое было, вот такое спокойствие на душе. У меня тот вечер, когда я это сделала, прямо, знаешь, какое-то такое умиротворение и вот довольство собой, что я это сделала. Я помогла двум детям, и они будут на Новый год в новых кроссовках. Для меня это было вот, ну, просто, вот, понимаешь, какое-то такое... Я вот считаю, что вот этот вот момент, вот чувство, когда ты слышишь со стороны, это одно, а когда ты вот сам это сделал, потому что не так часто мы, да, занимаемся благотворительностью, то это вот просто вот, вот, ну, такое одухотворение. Ну, по крайней мере, для меня. Вот. Наташечка, я побегу, потому что... Давай, я тоже сейчас уже пойду, да. Целую и обнимаю. Спасибо тебе огромное. Еще раз благодарю за то, что ты так сделала такое великое дело, да, и Любочке передам благодарность тоже. Спасибо тебе. Ну, с Любочкой теперь тоже общаемся. Я уверена, что с ней очень много, ей много сейчас комментариев напишут наши, что вот, как они ее полюбили. Я сейчас, я сейчас взяла, шарнула вот видео твое в Фейсбуке тоже вот на своем канале, чтобы все мои, кто меня смотрит, в Фейсбуке тоже увидели. Все. Целую и обнимаю. Всем пока, всем пока. Давай, пока. Да. Ну, вот видите, Верочка у меня просто, ну, золотой человечек она. Я тоже, вот, опять же, это вот посчастливилось мне, да, что она приехала ко мне, что она, как говорится, добилась вот этого встречи со мной, да, потому что я, когда первый раз от нее какое-то письмо получила, я даже, ну, я не могу со всеми встретиться, с подписчиками, да, мне многие пишут, вот, можно с вами встретиться, можно с вами. А она мне писала, и писала, и писала, и мы вот встретились, да. И я думаю, что, как же мне повезло, что я ее знаю. Все-таки ее и Алексея, такие вот люди просто, по-английски говорится, exceptional people, то есть, такие вот они лучше, даже нельзя сказать, что они хорошие люди. Это намного лучше, чем хорошее. Вот, поэтому. Все, ребята, я закругляюсь. Такое вот было эмоционально у нас сегодня с ней прямой эфир с Верочкой. Я, наверное, это выставлю на YouTube, кстати. Пусть, пусть Верочка и я, и вот хочу я, чтобы многие с нами поучаствовали в этом прямом эфире и еще раз поговорили о Любочке. Вот. Все, девочки и мальчики, всем пока. Мне что-то тоже само прям как-то так грустновато. исключительные люди, да, исключительные. Все. Всем пока. И я вас всех люблю. Мы с вами обязательно скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...